На самом деле сборка вещей в путешествии или деловую поездку совсем не хитрое дело. Как путешествовать с небольшим чемоданом, но с достаточным количеством вещей? Правильно, для этого нужно знать как грамотно все упаковать. Носки и другие мелкие предметы гардероба нужно сворачивать в виде трубочек и засовывать в обувь. Так получается убить двух зайцев, и сэкономить место, и защитить обувь от деформации, которые, увы, так часто случаются при перелетах. Также обувь можно использовать для перевозки часов, бижутерии, галстука, часов. Главное, уложив все необходимое в обувь, сделать так, чтобы оно не двигалось, а было так сказать утрамбовано. Так все будет в целости и сохранности. Три главных вещи. Как правильно собрать чемодан в отпуск складывать вещи традиционным способом, то есть пластами, неэкономично. Куда удобнее прежде свернуть их валиками, а потом уложить в один или два ряда. Так получится сэкономить место и сделать так, чтобы вещи мялись меньше. Восемь способов грамотно собрать гардероб для отдыха, чтобы вещи не терлись друг об друга и не заминались. Хорошим вариантом будет проложить между ними пакеты. В этом есть еще один плюс. Эти пакеты могут пригодиться и при обратном сборе вещей, например, чтобы упаковать в них обувь. Пять способов проверить номер отеля на наличие клопов. Если есть необходимость сложить рубашки, то лучшим вариантом будет упаковать их, как это выглядит на прилавках магазинов. Это можно сделать с помощью любого журнала, вложив его внутрь. Более подробную инструкцию можно посмотреть в интернете. Не стоит складывать все в один пакет, ведь он получается немаленьким. Лучше рассовать все свои баночки и тюбики в самую последнюю очередь в пустоты, которые останутся между одеждой. Такой тип одежды рекомендуется складывать по типу «плечо в плечо». Один рукав выворачивается наизнанку так, что вывернутая часть вставилась в невывернутую. Более подробно этот рабочий метод можно посмотреть в интернете на конкретном примере. Обувь занимает немало места, поэтому нужно очень четко продумать сколько пар понадобится в конкретной поездке. Ее не следует складывать парами, так теряется много места. Лучше рассовать по всему периметру чемодана. С ними необходимо поступить так же, как и с косметикой. Разложить в пустоты после того, как будут собраны основные вещи. Чтобы брюки помялись как можно меньше, нужно из основания уложить на дно, а сверху, к примеру, положить валики с футболками, а самими брючинами как бы закрыть все сверху. Такой непростой способ поможет сохранить их в приемлемом виде. Не стоит слишком утрамбовывать вещи. Если вещей много, а багаж маленький, то правильней будет приобрести новый чемодан с более вместительными отделениями.